смотрите еще кандидат фамилию не убрал как я сказал если эти дамы которые меня терпеть не любят они допустим меня закажут косточки я бесплатно им подарю я они вырастут сад пусть через 5-10 лет но они придут к определенному выводу и возможно они окажутся что действительно они не правы такие случаи бывают они ключевые наверное тысячи людей которые увидели эту фотографию поверили искалечили свои деревья но именно эту фотографию я хочу поместить кусками вот и если я не это сам они не откажутся от своих звериных приемов я их называю выпускницы тимире пока без фамилии к вам же там потом узнать когда-то появится книги надеюсь мои ученики вода него дозваться история садоводство россии и вот с таких примеров будет начинаться потому что когда к вам обратилась выпускницы тимире языке женщина 7 лет груши уже заложила светочные почки пожалуй что так долго ждет урожая вот и вы ей сказали внимание друзья за стулья возьмитесь крепко а то ли вы сказали отрезать вот эту ветку вот эту ветку к этому 4 лет ну что останется потом в общем поправка давайте еще это зачем было сказать не 40 а давайте решить это 50 почему потому что в инструкции было сказано от 50 до 90 вы на расслуживали памяти тогда сюда и вот эти попадали ладно на эти вряд ли кто решится но когда отрезается вот эта левая ветка внимательно посмотрите вот внимательно внимать толщину я и вот это это 50 процентов отрезать сразу добавляю вот эту вот эту вот это уже получается и остается что площадь вот это это и площадь этого сечения окажется что отрезана 70 процентов древесина вместе с ветками будущим урожаем вот но самое страшное это не это ну и вам нравится штамбол нравится но если бы была какая-то волшебная мазь чтобы тут замазал и туда ни один и когда допустим внутри будет минус 30 нет снаружи минус 30 то туда ни один это самое грамм то есть градус не попадет но это же невозможно тогда надо какие-то теплые бинты накладывали за на дерево дышать не будет и под бинтами гнить будет еще быстрее получается на это был настолько дикий страшный пример что дальше уже кандидата искать не надо понимаете но еще раз говорю я сейчас применяю метод кнута и прядника вот он косточки это означает что вы готовы на примирение и еще не все следующий раз вы продолжаете там же царствовать вы продолжаете давать советы обычно так посмотрели вы на дерево на котором много полугнилых веток и листьев вы тут же даете советы гаминоваты грибы и давайте фунгициды и прочее для них это начинают простейших там медного купороса вот это когда вы будете впредь давать советы вы скажите особенно груша у которой слабейшее это еще мы еще не затронули тему что у нее очень слабая корневая шейка не дай бог заглубить а что мы тут видим ничего там и не видим и вот получается что вы даже сказать не это а следующая фотография с гнилыми листями вот не присылайте не говорите что это бактериальный рак бактериальный ожог бактерия что это солнечный ожог вот что отсюда напали эти самые зловредные насекомые потом еще это грибы которые несколько названий бы вызвали вот вроде манилиоз не это нет вы скажите станьте на колени посоветуйте раскопать и посмотрите далеко ли до корней ведь я посе меня раскапывали друзья которые мне доверяли и в те газеты писали да они потом фотографии присылали они раскопали вот несколько вот столько и только тогда появились корни и тогда стало ясно а у них уже вот эта часть вот это чтобы под землей она уже полу сгнила а дерево гибнет а на нем пока только больные листья а вам такое покажи дерево особенно листья крупным плодом вы тебе резчики обязательно скажете что сейчас опрыскив футболицидом и пока вы прыскать и прыскать и она догнивает основание штамба гниет гниет вы понимаете ну я уже сто раз говорю ну вот так же у меня умирает человека в реанимации ну самые духи которые пахнут такие знаете есть духи которые поднимают даже сексуальность вот и жените за такое сравнение подойдите к нему разденьте его там скиньте с него просто не одеяло и вот он вкусно пахнет в одном случае а он еще и кожа больная может наоборот а у него же грибами покрыта кожа у людей такие же грибы также покрывает почему мертвеет кожа и вы говорите мне сейчас приносите щетку по металлу представляете вот сюда чеки же вот грибы грибы я уже не говорю что обычно они пупки под мышкой это понятно там просто чаще быть приходится чтобы запаха не было вот а так то это и вот это ой вот тут у него эти а давайте этим щетками по металлу царап да нет а ну вас тут же пошли выгонят с реанимации тогда вы нет хитрей тогда давайте мы этим спиртовыми растворами фунгицидами давайте этими вот сейчас грибы на коже уничтожим и он выздоровел чеков а причина там внутри у него гнилое нутро так и тут но как еще объяснять то эх девчата попали мне на язык вот когда вы написали следующее железо генетику изучал подразумевалось что не изучал а вы наоборот изучали шикарное образование ваши слова девчата ответ железо мне повезло что не изучал вставлять я бы изучал мне бы так бы мозги бы там чуть не сказал одно грязное слово и так когда я вот это увидел и ваш совет отрезать вот это вот это вот это тогда я и написал что раз вы изучали приборы помните например она была в лаборатории там сюда с пробирками там спец сетами и этому учили вас учили но как получилось что вы выйдя закончите меня получил диплом или как вы там называете вы приходите в сад с приборами современной генетики извините что утверждает ваши приборы все к тор пила и наконец вот чуть позже вы же заставили эту чеку уничтожить это дерево вот поверьте мне можно выжить если вот здесь будет рано по площади равная дом два раза площадь больше чем поперечное сечение а еще тут рано тут рано тут рано может она выжить значит получается изучив генетику посидел с белым где-то у вас были в лаборатории лекции опыты ставили да почему вы придя в сад взяли секатор пилу не так пообещав людям что если они отрежут у них будет плодоносит топор будет девочки поэтому пока вы у меня кандидатку с камерой заметь я разговорился но я не могу иначе мы должны сейчас дальше может быть быстрее